Сижу я тут значит с мужчиной одним не знаю что мне Дима на это скажет не знаю простит ли он меня за такое короче я не знаю как вы к этому отнесетесь но этот самый ну я уверена что вы примете любой мой выбор вот поэтому я вас готова познакомить с одним человеком готова когда напишите несколько ответов что готова я вам покажу тебя скоро увидят и узнают кто ты тайный поклонник готовы вы или нет увидеть его этого человека не судите строго моя любовь маленькая ай гайс ты лой меня еще нормально пишет это дима это секрет тогда на что делать если человек он делать такие вещи я мне все рассказала это серьезный поступок что делать я бы бросила кстати ребят мы в Киеве находимся смотри тут фонтан какой крутой музыкальный маленькая дима большой пишет офигеть маленькая привет дима кусается у вас пара милых спасибо 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 на Донбасс хотите мы сидим в Киеве вышли прогуляться на Майдане Майдан незалежности это по-украински площадь независимости вот здесь короче очень круто фонтан вообще обалденный вот такие волны поднимаются метров наверное по 6 по 7 очень здорово а еще меня точнило очень сильно сегодня мой котик бегал за таблетками за лекарством помогал мне так эта гусинка да еще три минуты назад шаурму точила нет это брак по звуку так главное чтобы она состоялась конечно состоится привет привет из Кишинева привет о Димка на поезде ехал который через Кишинев ехал ну да вы ее снимаете да и в Москве и в Киеве ребят и чтобы не было вопросов деньги на самолет были просто очень много вещей было Дима вез 5 сумок моих в платье вот если бы я полетел бы на самолете то бы мне перелет стал где-то пару тысяч долларов ну как квартира на несколько месяцев ну да поэтому я выбрал нелегкий путь это был поиск спасибо спасибо ой спасибо покажи сколько народу здесь ребят смотрите сколько здесь народу сидит чтобы понимали культурные высоты убери локоть убери его ну а еще пуля мы в тренде так как проходит беременность да Даша зачем не ловит да я отвечу на беременность только Даша интересует ну меня там пишут Дашу поймал что ли не Дашу не ловил не хочу привет из Харькова привет спасибо витания отлично витания витания чего федора витания что это это приветствие витания что у вас будет куда у нас будет что кто у нас будет ребенок ребенок маленький кусочек такой уже совсем крошечка вы на крещатике да кстати кто на крещатике подходите Дан ты на лицо схуднула или кажется ну конечно как вы думаете токсикоз Анна Дима покажи лицо ну пожалуйста скажите кто будет вот у меня дочка из семейства зовут Валерия как вы думаете называть вопрос имени мы еще не обсуждали игнор полный спасибо на поезде супер да и моей семейства зовут Влад ой прикольно так привет дай мне привет я в больнице лежу мне будет очень приятно если только 88 привет привет вы классные Дима береги их ты стильный им очень важна твоя защита и забота они будут очень любить тебя в ответ как дела с тут мы такие милые сейчас секунду покажи вау димка молодец будьте счастливы будете счастливы будете за русские волдаванка пусть ки мои привет на вопрос так не ответила на какой вопрос кто желает кто желает с нами встретиться берите побольше денег будем кудить шутку шутка господьба осенью привет привет в москву забирайте дима да я нет привет привет тигра брат как вы эдик здорово брат нормально родной я куски он уже не тигр он уже котик коротки влюбленный волк уже не хищник да там здравствуйте привет джамал и бомбом да вот такие милые кто типа пузико растет да передай пожалуйста привет привет это где крещать как временность проходит ну нормально только таксикон Дим у меня есть таксикон? да а что я делаю? вы круто смотритесь подходите друг к другу и визуально и духовно Дима понимает украинский язык? да разумеешь поисковому? да 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 дурочок сегодня на украинском разговаривал мы с котик я так полем соскучилась так Катюша 28 20 18 приветик зубки красивые спасибо красивый город да какие вы красивые я красивее я у меня лучше конечно тигра я тигр не братан я тигр постоянно 24 24 24 ой 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 havoc ты ожидаешь надпись ой всегда обожаю спасибо спасибо ты не реально красивая спасибо ти ожидаешь мурашки, получается покажете, как ты меня любишь А вы где сейчас? Мы на Майдане. Вы такие западительные, прикольные. Спасибо, привет, целуйтесь уже. Привет. Привет, Сногинская, привет. Проекта с кем-то общаетесь? Да, иногда. Дима, у нас есть интим во время беременности? Нет, нет. Интима нет, нет. Без интима. Интим не предлагаешь. Милая, спасибо. Люблю вас, спасибо, привет. О, смотри, как выкает. Ты мой сладенький, такой поросеночек. О, как холодно. О, холодно, да. Вот, короче, из-за этих волн вода распыляется по всей площади. Все такие классные, мы в Киеве, да. Кто в Киеве сейчас? Обожаю вас, спасибо. Вы что? А, самые главные. Это вот мальчик и девочка. А как вы думаете, кто у нас, если такая безбашина? Не знаю, что это. У-у-у. О, как холодно. Блин, очень классный. Спасибо, котобусики. Вы рады, что мы снова вместе рем? А мы скоро на дачу едем. Мясо жарить. С кем едем, Дим? С родителями. Надолго едем? Да, пива сбухать буду там. И горькую. И сторисы записывать, и в эфиры выводить. И на речку рыбы пойдем ловить. Где моя рыба? Так. Что там, Эдик, вы все? Подожди, подожди, подожди. Так. А где именно на Майдане? Около фонтанов. Блин, очень классный. Спасибо, привет. Ты так изменилась. Да, в какую сторону? Так, я супер. Кто на Майдане? Вы всегда видели животик? Да. Есть предпочинение в еде? Вообще, ем непонятно что, непонятно когда. И тут вроде же привет. Я думаю, это будет девочка. Мальчик. Неправильно ты думаешь. У тебя мужик супер, уфигасная пара, вы мими. Я думаю, что девочка. Привет. Вот. Вот это Наталья Марценков. Брава, ты. Да. У меня на девочку тошнило дней 10. А меня уже больше месяца тошнит. Может, сделаете фан-встречу в Киеве. Ну, в принципе, можно. Кто-то любит меня. Кто-то любит Диму. Кто-то Диму не любит. Ха-ха-ха-ха. Чё-чё? Поэтому можно. Нужно выбрать день, место. И можем... Ну, это после 20. Троицка, привет. Ты такая классная, счастливая. Спасибо. Вы такие хорошие. Привет из Троицка. Привет. Игра свадьба. Осенью. А мне кажется, мужик будет. Но такой большой у нас ребеночек, то что вполне возможно. Ветер, вди ему. Ветер, в меня. Пузико, Дим. Где пузико? Да вот, типа, пузико. Давай сердечко сделаем. Смотри туда. Нет, пальчик опусти ниже. Ну, нет. У нас тут сердечко. Так, это Сива Воронок. Это свадьба осенью, душагарная пара. Сейчас, спасибо. На следующих выходных. Ну да, можно на выходных. Давай, все красавчики. Я пошел всем вам благ. Чё? Давай, родной Эдик, я через 2 недели в Москву приеду, братан. Давай заранее созвонимся. Может быть, у тебя будет вариант. Ну, приедешь туда, ко мне. Ну, и в Киев, в принципе, прилетаю. Но от хата большая. Красивый. Привет, Ситера. Привет. Блин, так люблю вас. Привет, Украинка. Привет, Мила. У вас все хорошо, у нас все отлично. Вы очень красивый и лучший. Спасибо. Мила. Украина, привет. Привет. Клевый, спасибо. Милый, рада, что у вас все хорошо. Одевайте теплее. У нас очень жарко, 35. Какой срок? Одиннадцатая неделя, но по улице тринадцатая. Скучаю за Кройной. Я тоже скучала. Душахарная музыка. Спасибо. Вы будете расписываться в Киеве или в Москве, в Киеве. Дима беременна, но хочет мороженое. Хорошо, брат, давай на связи. Давай, братан. Вы очень классные, любви друг друга спросили. Привет, Рисон Хангельска. Привет. Привет, как ты беременяшка? Я по психолику, любимый, приехала, и все супер. А на самом деле, главное, чтобы здоровенький был малыш, пол не важен. Да, мы знаем. Ой, я как вспомню. Он заколупал меня. Как отучить мужика курить? Так, я как вспомню, у меня это нужно 8 месяцев. Когда будешь родителям знакомиться? Его родителями? Ну, до свадьбы. Дим, как украина? Дим, как тебе Украина, спрашивают? Мне очень нравится. Хорошая страна. Ну, ну, не знаю. На самом деле, изначально у меня были впечатления такие, что здесь, ну, знаете, как в новостях прививают, типа, люди злые, и так далее, и так далее, там, подобное. А тут вот, на самом деле, вон все. Да блин, Дим, ты что? Молосатые ходят. Ты не нормальный? Ну, в смысле, нормальные ребята все, молодцы. Мне нравится. Очень сильно нравится. Честно. Музыка такая, кстати, хорошая сейчас, как раз для беременных, нормально. Давай, не потеряйся. А то мне тебя потом искать придется. Так, Димка пошел. Он, ну, пол, у меня не курит, кстати. Браво в Киеве, да, вы как раз отображает, что ушли. Ой, а нам так круто, мы не жалеем. Как можно находиться на воле, на природе, и жалеть о том, что ушли из проекта? Ну, как? Ой. Классно, спасибо, касается. Соликка, бедная ты, да? Страна? Бросай, курит, Дима, бросай. А, Дима нет. Пусть бросает, как ребенок родишь. Мой муж бросил, правда, на самом месте. Солнышко, с кем жить будете? Сами. А где-то Ляля без курития, как мой Дима бросил. Ой, я так надеюсь, что он бросит, потому что сейчас Ляля еще нет. Она только в животике, но он уже как бы... Это одно место, Даня-то. Так, вы где находитесь в Киеве? У нас идет очень хорошее, да. Стоя, я поняла, где он сидит. Ты поняла, где Макдональдс? Да. Вот. Вот Макдональдс, где он там. Вот он. Покажи животик. Вот такой. Ой. Ну чего, тебе место. Уступай. Ой, фу, воняет. Фу, Дим, не дыши на меня. Что тут? Да, где-то это безумное счастье. Да, очень милая спасти по вас узнают. Да. Так, меня брали автограф, да? Ну не узнают в Киеве, а меня узнают. Ой, что он несет? Он тут вообще никто его не знает. Нигаем. А ты курила? Да не деши на меня. Сейчас жвачку, да. Я не курила никогда. Какой испок? Что? Я сама украинка, ничего в России. По-моему, муж тоже нравится Украина. Класс. Какой у тебя срок? У меня 11-я неделя, но по УЗИ 13-я. Так, где после свадьбы жить будете? В Киеве. Так, пусть врач ему по мозгам проедется, когда родится малыш, что это очень бедно для ребенка, подпугает. Да, она мне уже сама проехалась по мозгам, без врача. Я лучше все врачи езжу по мозгам. Да, Зим? Хорошо мозги палащу. Тошнит от меня уже? Белый. От меня тошнит? Нет. Привет. Хорошего вечера. Спасибо. Ремень нельзя. А мне нет ремня. Киев, миск, бут. Пока-пока. Как же это счастье, когда ты в таком положении? Это моя мечта. Спасибо. А вы что хотите, тоже детей? Желаю вам здоровья. Спасибо. А у меня такой же был в неделю в 13. А почему именно Киева, а не Москва? Потому что для меня Киев родной, мне нравится. Здесь очень удобно. В сравнении с Москвой. Ну, как для мамы. Ну, в плане для меня. Я же мама. Ну, в самом деле, ребят, в Киеве, короче, так дешево жить, если честно. Ну, в сравнении с Москвой, конечно. Что вы понимали, я вам сейчас приведу самый простейший пример. Бутылка в Финляндии в Москве стоит... О, боже, ты нашел такой пример, Тим, ну, фу. Все, ты не будешь дальше рассказать. Не будешь дальше. Нормально, на конфетах пример приведи. Ну, не на... Бутылка в Финляндии 0,7 в Москве стоит 1300, в Украине стоит 900 рублей. Все, молодец. Анкашка. 390 гривен, если быть точнее. Так, вы такие милые. Даже не 980. Ну, так все. Где будешь, Тим, Россия, Украина? Где Дима? Где Дима работает? У него свои бизнес-схемы. Только дебилки могут не хотеть детей. Как погода у вас у нас очень жарко. Дима, жарко? А как у нас дома, жарко? Дома кондей. Так. Хату мы сняли в центре, вообще замечательно. Нет, спасибо. Да у нее уже есть, спасибо. Ну, как я, спасибо. Я и так знаю. Спасибо, спасибо. Что я говорю. Что я обожаю говорил? Даже Бог будет комплименты сделать женщине за это уровень. Ну да. А, хату мы сняли в центре Киева, ребята. Замечтательно. А в Днепре еще дешевле. Да, очень хочу, пока не получается. Днепре? В смысле в речке? Да нет, город Днепр. Днепропетровск. Я в курсе. Вы будете жучки? Да, пока да. Милашки, Мурик. Сколько с тут квартир снимает сравнение? Ну, в Киеве 18 тысяч в среднем двухкомнатная квартира. Ну, хорошая, в хорошем районе. Ну, это в среднем, это не максимум. Понятное дело. Думаю, вообще хитрецы. Точнее, да, но хитрец у нас. Умолчим об этом. Парень, розочку глядешь. Нет, спасибо. Говорю, мы об этом умолчили. Ну, короче, тысяч сколько? 45 в месяц снимать в хорошую двухкомнатную квартиру в хорошем районе в Киеве. Да. Ну, да, плюс коммуналка. Так, всего вам самого лучшего. Спасибо. Красиво, очень, одево, весело и очень. Конечно, потому что со мной пупсик мой в эфирах теперь такой милый. Да тихо, да. Я его просто высоела, отвечаю. Вот просто, где-то он сейчас такой вот педрый, за дома котеночек такой мур-мур-мур лежит. Да она обманывает. Да она у меня дома, как хоза-моза электровеник летает, пятый угол ищет. Конечно, я лежу, а Дима просто мои беременные желания исполняет. Обманывает. Притом разные. Обманывает. Летает, летает как вообще кабанчиком мука. Ребят, кому вы верите больше? В общем, мне или Дима? Я что-то мне. Так, красиво очень, так. Вы классно, обожаю, спасибо. Сейчас встречает к сольке, обожаю. Обожайте, вы как дела? Вы сцессов, ребенок, ты ковочек хочешь больше. Конечно же, дочку. У тебя виниры, да. У меня тоже виниры. У меня лучше, натурель. Так, ваши экраны и образы не такие милые были. Да ладно. А какие у нас были образы экранные? Дима говорил вечно. Покажи, покажи, покажи. Китайская банда. Дим, смотри, Дима вечно говорил. Ты меня понял, а? Услышь меня, а? Услышь меня, а? И что? Просто все, что я вспомнила. Это плохо, что ли? Это все, что я вспомнила. Но это плохо. Дим, на меня чужие мужчины заглядываются. Они сейчас ослепли. Ты как медуза горгона. Как похоже. Спасибо, Дим. Вот, видишь, нашел, например, взгляд будет шаламу точно. Не нашему, а твоему. Так, как похудеть, скажи, пожалуйста, забеременеть, чтобы начался токсикоз и не ела. Так, такие милые спасибо дни, бронеречка, манючка. Приветствуем вас, Ростов. Привет. Это даже дешевле, чем в Краснодаре. Конечно. Не, ну в Краснодаре, кстати, у меня там знакомые живут, но они не прям в центре. Они вообще снимают за двадцатку такую хату грамотную. Нет, ну тут это, но это не сам центр. Потому что если жить на Крещатике, то, конечно, тысяч семьдесят в рублях будет такая квартира двухкомнатная стоить. А в Москве двести пятьдесят хорошее. Не, ну хотя можно, в принципе, за сотку. Да, можно и за сто. Однушка будет. А двушка рублей сто семьдесят. Так, в Москву не хотите? У-у-у. Не затыкай Диму, он такой доволен. Кстати, у меня была раньше такая идея поехать в Краснодар жить. Но что-то я потом передумал. Слава Богу. Вот, кстати, не в Киеве нравится. Тут вообще все дешево. Если работать в Москве, а жить в Киеве, то вообще грамотно. Что мы, в принципе, и делаем. Да. Пока что. Да. Можно и за десять снять тысяч гривен. Ну, это, во-первых, не двушка, во-вторых, это не евроремонт, это не центральный район. За сколько? За десять тысяч гривен. Да ну, хорошо, что-то. За десять тысяч гривен вообще там борода просто будет. Ну, комната восемь квадратных метров. Не, мы сняли, короче, грамотную квартиру, двухкомнатную студию. Да. В центре Киева. Все. Зана и Дима, вот такая пара, красивое счастье вам, будущее обидели. Спасибо. Кстати, мы завтра уже будем, ну, обустроены в квартире. Покажем вам нашу новую квартиру. Хонурую. Снимем вам видосики, сторисики, да, Димочка, будем прямой эфир. Покажем вам все. А завтра еще мы уезжаем к родителям на дачу. Да, кстати, билеты уже купили. И, кстати, билет на поезд стоит. Всего лишь двести гривен, блин. Это твой билет? Нет, двести шестьдесят на двоих. А, да? Да. А, те шестьдесят? Потому что у тебя кто? Мама Бридж Бич, а ты кто? Мой Альфач. Нет, просто мама студий Бекер и по студенческому шестьсот гривен стоит билет. Просто мама вечный студент, мама учится уже, скоро на третье образование пойдет. Скоро на пенсию пойдет. Скоро на пенсию пойдет. Так, такие классные, да? На второе у тебя это такое счастье, когда под сердцем носишь своего малыша. До сих пор вспоминаю первое УЗИ, первое шевеление и первая встреча с малышом. Да. И Дима видел малыша. Дим, ты видел малыша на УЗИ? Да. Какие ощущения? Я вообще в восторге. Он просто не ожидал, что там человека покажут. Он думал, опять будет точечка. А что ты видел, Дим? Человека. А что там было? Головка, ручки, ножки и сердечко билось. Сильно билось? 140-160 ударов в минуту. А писалек был? Нет, я не увидел, он боком лежал. Так, привет из Урюпинска, большой, большой. О, Урюпинска, область моя. Чащайте вам, привет. И за 9, и за 8. Не жалею, не жила, что? Не жалеете на проект? Нет, не жалею. Ну, да, какой район, и какой ремонт спортивен? Ну, да, я же сказала, Дима, привет, привет. Привет. Как заеменность? Я уже рассказывала. Дима, по экрану злой, а тут милашка. Какое зло, я вас умоляю. Просто тут, ну, просто так, ну, получилось, что на доме 2, одни, короче, ну, скоты там вызывали у меня негативные эмоции. А здесь у меня никто негатив не вызывает, поэтому я добряк. А кто тебя вызывает позитив? Ты какой-то скромный, давай показывай свои эмоции. Ну, да. Показывай. Ну, да. Ну, что же, я буду эмоции на 90 человек показывать, да? Так. Ой, вы видите, наконец-то. Где сделала Венеры? В Днепропетровске. Да, но он все-таки серьезный мужчина, поддерживая его авторитет на людях, а сейчас и пусть и дома. Точно. Ой, я вас умоляю. Я на проекте поддерживала его иммунитет. А тут можно. Я у себя дома, то есть в эфире. И что? Что, не слышишь, что человек говорит? Я серьезный мужчина. Деловой. Девочка-алиманчик, еще не знаю, сколько времени у вас? Где-то 10. Спасибо. Вам на вас посмотрела, как на родине побивала. Честно, спасибо. Так, привет, Снежиногорода, привет. 10 минут 12. А, 11. Ой, так быстро время идет. Ребят, смотрите просто, до чего она меня довела. Смотри, что у меня в заставке стоит. Ай, ничего, на секундочку, что он мне пишет? Зай, посмотри, что я поставила себя на телефоне на заставку. Зай, я даже в WhatsApp поставила нашу фотку на заставку. Зай, у меня везде наша фотка. Зай, классный я. Зай, там про эти документы не надо показывать в наших переписках. Так, сейчас я дочитаю дальше, просто я сейчас смотрю, что там Дима. Да я не ее. Этот самый. Привет из Ребенского, большой, 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 большой. Привет, вы вместе все-таки? Ну, конечно, это первая любовь. Так, привет. Как дальше планируете жить в Киеве? Да, планировали ребенка, да, очень сильно хотели, особенно Дима очень сильно хотел, прямо сейчас. Так, вы, ссылка, будете в Киеве? Да, две недели. Скажите, пожалуйста, когда будешь жениться? Скажи, пожалуйста, ты когда будешь жениться, спрашиваю. Такое чувство, как будто бы это я написала сама себе. Это очень личный, интимный вопрос. Какие любимые духи? Монталь. Ну, Дима, кстати, подарил монталь, привез из Москвы, а он скоро похвастит, какой именно вкус. Дима, ты нормальный? Тебе что, не скучно? Вот так целый день. Вот так целый день. Так, сейчас очухну. Слава Богу, не так, как Чернох. Уряк, где дача? Дача? Под Печорой. Ой, километров сто от Киева. Далла свадьба осенью. Так, жаль, что ушли. Моя самая любимая пара. Куда на дачу? В область. Это два, мы снимали на сценке. За 8 тысяч ремонт нормальный. Ну, вечер, мы сняли. Получается, 10 минут от центра. Как животик. Расти, вот, дано, ты была, когда-то, в Закарпатье? Нет, я была только в Карпатах. Ну, мы с Димой обязательно поедем в Буковель. Я очень сильно хочу показать Диме эту красоту. Димочка, у меня спина болит. Подержи меня, пожалуйста. Котеночек, подержи меня. Зай, спина болит. А, как это? Ой, как мне больно. Что-то беременностью. С Димой на родителе познакомилась. Лично еще нет. Скоро. Ну, вы еще знакомы уже? Нет, ну, я говорю, лично. Да, она как-то родители приняли диму. Ой, моя мама обожает просто таким. Не знаю, она просто души в нем не чает. Она говорит, что она очень похожа на папу. Ну, в плане поведения, отношений. Ее это очень... Подпупает. Да. Так, за 18 ждали бы больше где-то в таком районе. Так, дай привет, пожалуйста. Привет. Молодец, все помнит. Да. Как относитесь к отношению я бы к Алене? Ужасно. Привет, здравствуйте. Будьте счастливы. Спасибо. Таких красивых людей будут красивые дети. Спасибо. Дима, ты в Ирюпинске был? Конечно. Был. Привет из Ивье. Привет. Волгоград приезжайте. Приедем. Да, Дим? Фух. Ой, какие классные. Спасибо, как и временность. Тошнотно. Вы из Дома 2 не ушли? Ушли. Дима, тебе писала моя подруга. Дима, тебе писала подруга чья-то? Я не знаю, мне только подруга-то кто-то пишет. А я всех отклоняю. Так, вы сестра милашки. Спасибо. Привет из Екатеринбурга. Привет. Вошли из Дома 2. Да, да. Ты была как-то в Зародной Брате ответила. А вы сейчас где-то на Крещатике. Вот, фонтаны закончились. Люди порасходились. Потому что уже поздно. Но мы еще здесь. Так. Вас узнают на улицах? Да. Все приводите к вам к вам представить. Спасибо. Привет, милые очень. Где вы живете? В Киеве. Привет. Очень классно. Счастье вам. Спасибо. Вошли из Дома 2. Да, привет из Могилева. Привет. Почему? Ничего не вопроса. Я пропустила просто. Были когда-то в Беларуси проездом. Много-много раз. Монталь, какие. А я завтра покажу вам. Вы видите. Ну, классно. Спасибо. Дима учился в школе. Где? А, как Дима учился в школе. Дима, как ты учился? Он был хорошистом. Да, как-то я беременный. Стошно. На что за история Даша? Почему ругался Дима? Да, такое. Не, я был... Ударником. С первого по... Третий. Отличником. Потом с третьего... С третьего по пятый, короче, был троечником. Потом с пятого по восьмой отличником. А потом с восьмого и по окончанию школы, короче, троечником. Все, теперь туда... Россия. Россия, привет. Вы ушли за дома два. Да, поверь мне к нему. Коллеги по бизнесу, друзья будут настолько живы, насколько ты... Да, я знаю. Так они ко мне и так неплохо относятся. И я. Будь здоровы, спасибо. Так, что вы понимали, мои коллеги по бизнесу, это мои друзья. Нет, мы живем сами. Привет. Какая у вас уже неделя? Одиннадцатая по календарю. Слушать, после родов будешь жениться? Нет. Под беременностью ушли, да. Возвляю вас, счастье, спасибо. Привет, господи, где будете жить. Решили в Киеве. Мама с папой, наверное, очень ждут внука-внучку, очень сильно ждут внука-внучку, очень сильно ждут внука-внучку, тогда здравствуйте. Передай привет, Таня. Таня, привет. Вы знаете о таком городе, как Рыбинск? Да. Я нет. Так, на что тянет покушать? О, боже. Она все резко, а потом вообще ни на что. Я слышал такой город, Рыбинск. Почему связь плохая, не знаю, ну 3G. Дима помилился с Кобозовым. Нет. Не будешь мириться? Все, дружба закончилась? Она, походу, делая и не начиналась. У Димы только мама, просто про нее говорят, пробуй гулять. Это личное. Чего? Папа у меня упокоился 2 года назад. Это личное, я же говорю. Какой срок? 11-я неделя. Тима, что понравилось у нас в Рыбинске? Что понравилось в Рыбинске? В Рыбинске что понравилось? В Рыбинске. Коротко и ясно. Так, домой уже поздно. Да, мы сейчас будем ехать. Какой срок? 11-я красавица. Спасибо, из-за чего ушли. Из-за беременности. Даночка, Дмитрий, желаем вам счастья, здоровья вашему малышу. Спасибо. Спасибо. Нет. Очень красивая пара. Что ты сказала? Это, нам говорят, очень красивая пара. Нет, а то этого. Нет, сказала. А почему? Что? Она обманула. Там что спросили? Ты, ну, добрая? Нет. Ревнивая? Я ревнивая? Каждому столбу. Неправда. Да, и что вы понимаете, ребят, уровень ее ревности, она мне не разрешает даже в инстаграме видео вот эти короткие, смотреть 20-30 секундными с попами женскими. Блин, ну, конечно, не разрешаю, Дим, ты нормальный. А вы считаете, нормально, когда мужик при вас лежит и хочет посмотреть видео какой-то там с женскими жопами? Это не ревность, Дим, это адекватность и чувство собственности. Понятно тебе? Причем здесь ревность? Я что, ревнула, что ты телки, когда уйдешь, которая там на видео или что? Это просто адекватность, Дим. Ну, вот, и я про то же. Потому что, извини меня, если я расскажу, что ты мне говоришь, как там вести себя, что делать, не делать, одевать, не одевать и так далее. Ну, как бы, то тоже извините меня. Все, голова взорвалась. Так, подходит друг другу. Спасибо, это очень приятно быть в твоем эфире, в чешности вопрос. Спасибо. Пято, девочка, если мальчик или девочка, это пока секрет для разоблачения Доме-2 или уже придумали? Я ничего не не планировала. Передания, привет. Привет. Привет, ты запорожешься, кто тебя, курочка? Привет. Привет, Саратов. Привет, как дела? Хорошо. Да, она уже в банке хочешь отдыхать. Пора уже вам ложиться. Да, я знаю, Дима остался на совсем или еще нет. Уедет. Вы ушли с проекта? Да, ушли. Передай привет Лере. Лера, привет. Привет. Кем вы, Дима, мечтали стать в детстве? Я хотела быть балериной. А ты кем хотел быть? Русманавком. Привет, я злодиа Кавказа. Привет. Привет, Алиния. Привет. Салам, Владик. А вы не вернетесь? Нет. Бегите домой. У тебя уже насморки чихать. Тебе не забыли. Не насморки, а это. Это я кривилась. Да, она красавица. Спасибо, извините, Дима, за такой вопрос. Дима, передай привет Александру Самсонову Павлогоград. Дима, передай Александру Самсонову привет. Привет, Александра Самсонову. Так, как ты чувствуешь, что ребеночек пинается? Мне ты еще не пинается. Но я уже вижу, как животик так дергается. Там сердцебиение есть. Моя сестра тоже 11-ая неделя. Супер. Как зайти в эфир? В смысле? Зачем по беременности уходить? Потому что нервов много. Нормально? Нет. Ну вот, я тоже. Что с Кобойзовым у вас произошло? Это он уже дорассказывал. Вы классно, спасибо. Конечно, нормально. Фу. Он же рядом с тобой лежит. Ха-ха-ха. Какие вы смешные. Дернетесь? Нет. Я тоже не разрешаю. Даже не при мне смотреть. Я не разрешаю. Если я узнала, я его брошу и уйду от него. Че? И буду воспитывать сама ребенка. И ему не дам с ним видеться. Конечно, ненормально. Вот, правильно. Да, на все. Дай Дима, скиллопцы такие просмотры. Не хотите вернуться? Все, меня все поддерживают. Понял? Не хотите вернуться? Не хотите. Потому что у тебя только женщины одни уйдут. Ну, конечно, мужикам только сиски жопой и подавай. Ну, и сидите одни и дрочите у экрана. Я тоже не разрешаю смотреть видосы. Вы планировали, что там нет. Очень классно. Жалко, что ушли. Сколько детей? Хотя я хочу одного. Ты сколько хочешь детей? Троих. Он хочет троих, поэтому в следующем беремене Дима и рожает Дима. На Украине? Да. Приветики. Привет, Дана. Вас не хватает. Спасибо. Где планируешься после родов? В Киеве приезжать в Розань. Ого. Видите дома у тебя уже на смарт-так. Счастье вам. Почему вы не вернулись на проект? Можете сказать, пожалуйста, потому что не хотим. Нам нравится на свободе, Дана. Я нашла Диму, зачем нам на проект? Как полное имя у тебя? Дима, слушай или играй. Какие духи вкусные? Монталь, привет из Загистана. Он характером похож на наших мужчин. Салам алейкум. Вы такие классные, спасибо. Зачем ты так активно говоришь и рассказываешь о своей беременности? Потому что, если бы не проект, то о ней бы, наверное, мало кто знал сейчас на таких сроках. Так, ты такая счастливая? Да. Сложно ли быть беременной? Пока токсикоз? Да. А сейчас смотрите там два? Нет. Молодец. Здесь такое у вас дело. Дана не борщит. Вот. Вот это вот адекватный человек. Да, это не про то, а про то, что я сказала, дрочи. Ну. Где рожать? Еще не придумала. Так, вы друг от друга ничего еще не знаете. Привет из Торонто. Привет из Торонто. Что это нам не знаю? Ой, мы знаем все друг от друга. Да, Дим? Да. Поверьте, даже больше, чем вы думаете. Да, Дим? Да. Ну вот. Так, да, у тебя были пластические операции? Дим, у меня были пластические операции? Нет. Нет. Мужики думают, это все так легко выносить родить, особенно сейчас. Вот, вот, вот. Скажите ему это еще раз прямо в глаза. Привет, веришь, в пару сроки Марку? Нет, конечно, в Николаеве была. А не два, три, ой, этих, балабола. Нет, не была. Блин, давай так свежим. Блин, давай так свежим. Блин, самородом из какого города? Вечеркасса, кто у вас будет? Мы еще не знаем, когда спать про вас. Поговори на украинском. Так. А это тебе сказали. Скажи, нет, скажи про, помнишь? Уголочек. Да. Куточек. Спожача. 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 Еще раз, полностью. Куточек спожача. Ты знаешь, что это. Так. Так, 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 так. Очень красиво, спасибо. Все, наверное, мужики одинаковые. Наверное, вы классная пара. Любви, сейчас спасибо. Дима работает кем? У него свои мужики в бизнесе. Дима, какого числа, день рождения у мамы Данусички? Сейчас скажу, сейчас скажу. В апреле, да? Нет. А, в январе? Нет. Нет, подожди. В марте? Ну? 7-го? 11-го? 17-го. До рождения нашего ребенка. Когда у нас должен родиться ребенок? Ну, седьмого, я же сказал. Какого числа у нас должен родиться ребенок? Восьмого. От чего восьмого? Марта. А у мамы до этого, когда может быть день рождения? Первого? Нет. Пятого? Нет. Шестого? Нет. Седьмого? Нет. Девятого? Нет. Пятого? Нет. Четвертого? Нет. Так я же не знаю. До третьего. До третьего марта. А почему все это вообще вопрос? Как он относится? Да, ну когда у моей мамы день рождения? У твоей мамы день рождения? Сейчас скажу. В тот день, когда у твоей сестры день рождения. Какой нигде день рождения? У них день рождения в июне. В июле. Восьмого июля. Ну, это я и просто наукопаться. Нет, вообще-то я вспомнила, что у его мамы восьмого июля. Зато я знаю, когда у твоего папы день рождения. Когда? Шестого. Чего? Февраля. А почему? Потому что у тебя пятна. Ну, молодец. Так. Как вы относитесь к Коле Бузовой? Нормально. Дима такой честный. Никак мы к ней не относимся. Хочу к вам. Приезжайте. Класс это же из Черкассы. Вот такие виды. Коля Бузова без понтовка. Дима с тобой в Киеве будет? Пока, да. Диме нравится Украине? Да. Дан, поговори ты. Привет. Куточек с поживача. Куточек. Куточек. Куточек с поживача. Как вам пара Рома и Марина настоящая? Ну, не знаю, посмотрим. Да, мне нравится. А мне так нравится украинский язык. Конечно, не все понимаю. Дан, желаю, что вы ушли. Как работают твои... Так. Мои родители не работают сейчас. Восьмой марта подарок? Да. Предатель говорит моей маме Ане. Мама Аня, привет. Да, не знает он ничего о семье. Ну, вот, знает. Димка классный, простой, рубашка. И это как все знает у тебя. Видите, он этот... Он запутался. Просто за трудом, когда у папы. Не, видите, я больше знала. О, я еще вспомнил одну фразу. Не кури около меня. Моя жинка... Вагитна. Все, иди, вагитна кури. Маленка. Чем? Маленка. Малятка. Маленка. Моя жинка вагитна маленка. На белорусский, по-моему. Так. Привет, привет, ролик. Ролик, привет. Так. Кто был вашим другом или подругой на Доме 2? Яндальцева, Агриценко. Как прикольно. У меня тоже смотрелся с Момарта. Может быть, будет очень красиво ля-ля. Почему? Не хотите пешком от прогулок. Улучшается кровоток и большое питание малышу. Потому что мы очень много сегодня ходили пешком. И уже очень поздно. Я устала. У моей бабушки уже тоже. 5 февраля. У меня 5 февраля. Привет. Правильно. Бузова же за заулбала. Красиво. Спасибо. А что Бузова плохого сила? Ничего. Майя как урод. Знаю. Лера Фроз. Да, знаю. Кто из будущих был ближе вам? Черкасов. Черкасов. Да, давайте обратно в дом 2. Сейчас, подожди, я завершу эфир. Привет, дом 2. Вас с собой не приглашили, а вы там нужны. Спа. Моя так похожа на обезьяна. Так, все, ребят, короче, мы будем уже ехать домой. Все, всем пока. Поэтому всем спасибо за эфир. Поэтому увидимся с вами уже завтра в нашей новой квартире. Надеюсь, если будет время в прямом эфире, я покажу, что Дима привез для малыша. Очень много всего крутого. Я вам все покажу. И поэтому всем спокойной ночи. Все вопросы, у кого какие остались, можете прислать в директ. Я прочитаю, по возможности отвечу. Мы вас любим, целуем. Вы у нас самые лучшие подписчики. Все. Всем пока.